SCP-366. Личинки-путешественницы. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Все особи SCP-366, независимо от этапа, должны храниться в морозильном блоке четвертого уровня биологической опасности в биоисследовательской зоне 66. Креоконсервация достигается путем замораживания в жидком азоте при постоянной температуре минус 196 градусов по Цельсию. Для предотвращения активации. В связи с малыми размерами яиц SCP-366, эти особи в дополнение к креоконсервации необходимо хранить в ячейке биологической безопасности третьего уровня в сильном разреженной атмосфере, чтобы избежать случайного распространения. Со всеми особями и носителями должен взаимодействовать только квалифицированный персонал, оснащенный костюмами биозащиты уровня А с автономным дыхательным аппаратом. Весь персонал, участвующий в работе с SCP-366, должен проходить проверку с помощью МРТ на предмет возможного заражения перед входом и после выхода из помещения содержания. При обнаружении инвазии конкретные процедуры, которым необходимо следовать, зависят от пола носителя. Мужчины должны быть задержаны и подвергнуты двусторонней орхиэктомии медицинским персоналам уровня 3 или выше. Все медицинские отходы должны быть утилизированы в соответствии с протоколом HAZB-INF-142B. После освобождения из карантина следует выполнить повторные сканирования для проверки успеха лечения и отсутствия вторичного заражения. Женщины, пострадавшие от заражения, должны быть также задержаны и помещены в карантин под круглосуточное медицинское наблюдение до начала события ABE-366. При обнаружении признаков неминуемого события ABE-366 носителя следует ввести в состояние седации с использованием бензодиазепинов. И в дозировке установлены главы медицинского персонала. Из карантинной камеры носителя эвакуируется весь персонал. После события носитель и весь задействованный персонал должен пройти обследование на наличие заражения или повторного заражения и пройти соответственное лечение. Если заражение не обнаружено и носитель выжила, ей следует ввести амнезиак класса А и боли не задерживать. Никаких специальных процедур социальной регенерации не требуется. Реинтеграция не требуется. Поскольку при попытке закрытия зоны выпадения яиц ABE-366, она смещается в другое место. Содержание в этих районах сосредоточено на обнаружении носителей, их карантине и постановке на содержание образцов. При наблюдении небесных явлений, обычно сопровождающихся появлением яиц ABE-366, территория должна быть временно закрыта. При необходимости яйца могут быть собраны для исследования. Во всех других ситуациях им следует позволить погибнуть до объявления территории снова открытой. Если заражение обнаружено вне контроля фонда, носители должны быть задержаны и подвергнуты вышеизложенным процедурам. При обнаружении критического заражения вне контроля фонда требуется полный карантин всех людей, находившихся в контакте с умершим. При необходимости вокруг крупномасштабных очагов устанавливаются исследовательские зоны и зоны временного задержания. На фотографии особь SCP-366 в стадии личинки. Описание. SCP-366 представляет собой человеческий эндопаразит неизвестного, возможно, внеземного происхождения. Яйца SCP-366 могут развиваться в личиночную стадию, только находясь в мужском организме. А личинки перейти во взрослую только в женском. Личинки, помещенные в носители мужского пола и яйца, помещенные в женский организм, погибают не более чем через три часа в связи с отсутствием гормонов, необходимых для их дальнейшего развития. Попытки культивировать инвазии в других организмах не принесли никаких результатов, поскольку особь SCP-366 на любом этапе погибают, находясь вне человеческого организма. Яйца, имеющие примерно 1 мкм в диаметре и никогда не обнаруживались неоплодворенными, находясь вне носителя. Яйца находятся в состоянии покоя. Развитие эмбриона приостанавливается. Личинки имеют размеры от 0,1 до 0,2 мм и проявляют физические свойства, подобные личинкам Охлеротатус кантатор. Несмотря на это сходство, исследование не обнаруживает сходство ДНК ни с этим видом, ни со всем семейством. Взрослые особи SCP-366 напоминают личинок Тенебриум молитор, хотя имеют значительно более крупные размеры. При попадании SCP-366 в мужской организм путем вдыхания или проглатывания, яйца путешествуют через тело и поселяются в яичниках. На стадии яйца особи отслеживают уровень тестостерона носителя в течение от 27 до 32 дней. По истечении этого периода времени, любое значительное увеличение уровня тестостерона вызовет переход на личиночную стадию. Личинки SCP-366 находятся в состоянии покоя в яичниках, ожидая передачи носителю женского пола. Носитель мужчина в это время испытывает симптомы, которые включают мышечные боли, лихорадку и небольшое количество крови в моче. Личинка развивается в носителе мужчины, передается носителю женщине с экулятом. Если экуляции не происходят, особи в личиночной стадии остаются в системе носителя на неопределенный срок, ожидая передачи носителю женщине. Продолжительность жизни личинок не установлена. Заражение носителя женщины SCP-366 происходит после незащищенного полового контакта с зараженным мужчиной. Личинки, передавшись таким образом, прикрепляются к слизистой оболочке матки и питаются выделяемым носителем 17-бета-экстрадиолом, чтобы расти в взрослую форму. Заражение взрослыми особями вызывает симптомы, напоминающие таковые при беременности, которые могут включать тошноту, увеличение живота в объеме, кровь в стуле и влагаечных выделениях, спазмы в животе. В течение этого периода особи SCP-366 в матке проявляют склонность к овофагии. Более крупные и сильные особи умерщвляют и ассимилируют более слабых. Этот процесс продолжается, пока не останется только один образец. По прошествии от 3 до 6 недель, оставшаяся взрослая особь покидает носителя во время события ABE-366. Если это возможно, носитель должен во время этого события находиться в состоянии сильной седации. Особи, рожденные таким образом, неизвестным образом, взлетают и пытаются выбраться под открытое небо. В случае успеха особь устремляется к системе «Удалено» со средней скоростью 114 км в час. Исследования с использованием следящих устройств, подключенных к новорожденным особям, дали мало результатов, поскольку сигнал терялся в непосредственной близости от «Удалено». Особь, которая не может выбраться под открытое небо, начинает производить устойчивый высокий звук, громкостью примерно в 101 дБ. Из-за опасности потери слуха, немедленное сдерживание этих особей имеет важное значение. Инвазия обозначается как критическое, если при аномально повышенном уровне экстрадиола у мужчин личинки развиваются во взрослую стадию преждевременно. Эти случаи неизменно фатальны для носителя, вследствие большого количества незрелых взрослых особей, покидающих его тело. Критические инвазии проявлялись у 0,003% зараженных мужчин. Яйца SCP-366 обнаруживаются исключительно в штате Массачусетс, всегда на известных местах сексуальной активности подростков. Некоторые небесные явления, такие как метеоритные дожди, сопровождаются повышением количества яиц SCP-366. Количество яиц, обнаруживаемых во время этих событий, насчитывает от приблизительно 1000 до 10 000, в зависимости от уровня активности на месте. Точное происхождение яиц на сегодня неизвестно. Приложение 366-А-01. Это было так красиво, мужик! Только я, Лоррейн, Ночное Небо и все эти падающие звезды. Носитель 366-282-89F. Ныне покойный.